так всем привет трансляция пошла сейчас я дождусь пока я смогу проверить все ли нормально с трансляцией и мы с вами полетим начнем наш полет я расскажу откуда куда отлично сам себя я слышу значит мы в эфире сразу же попрошу кто со мной на связи здесь вдруг появился ставьте обязательно лайк пишите комментарии поддерживайте вот для того чтобы не было скучно не мне не вам и так ну мне и так не скучно собственно шоу на сегодня по плану значит вчера мы прилетели на атр сюда в прагу видео будет залито чуть попозже потому что там вчера были неполадки технические не знаю с чем связаны но я это видео там подрезал и всего там час десять этот полет 30 минут с чески будей овица в прагу мы прилетели сегодня мы летим с праги в берлин это часть моего с женой поездки 2018 или семнадцатом году вам 18 или 17 неважно когда мы сделали такой евро тур за 9 дней 7 стран посетили и у нас одна из поездок правда мы на автобусе ездили был именно с праги в берлин мы на фликсбасе тогда каком-то ехали условном вот а сейчас у нас полет на боинге примерно минут 30 давайте я покажу наш план я его уже составил вот симбрифе прага столица чехии берлин столица германии airtime 53 минуты блок time час 21 почему-то интересно что ну в принципе многовато как-то лететь ну посмотрим как она получится 173 пассажира это уже не как атр какой-то длинный такой маршрут может быть нас диспетчер где-то примет но посмотрим по погоде у нас смотрим метар это у нас лкпр полоса 06 на вылет встречный ветер к в окей проблем вообще нету и и ddb а давайте в новом в новой окошке откроем вот так вот и ddb посмотрим берлин полоса 07 нам отлично подходит давайте си full метар тав 5 узлов к в окей 1019 к нич тут 1018 проблем с погодой никаких нету все четко четко зашибись поэтому погода у нас реальная видим здесь никаких приколов нету и такая интересная ливрея значит она посвящена где написано вот 85-летию smart wings это чешская авиакомпания типа low coaster то есть них есть чех airlines одна называется компания а вторая называется smart wings вот и сегодня мы полетим smart wings но такой интересный ливрей сейчас еще вам покажу какая обычная ливрея smart wings как она выглядит вот вот так вот у них ливрея выглядит ну довольно такое ничего интересного поэтому я решил выбрать вот такую вот ливрею и как раз мы летим с проги поэтому довольно актуально и я нашел один рейс который который реально летал в как уменьшить теперь это да вот видим есть и берлин прага один рейс у нас правда обратный прага берлин но ничего страшного так трансляция идет не знаю есть какие-то зрители давайте посмотрим поздороваемся а мне здесь не видно ну ладно вижу один лайк стоит так ну потихонечку присоединяйтесь если хотите можете поддержать вот здесь я добавил еще на вчерашнем видео слева получается это с какой с этой стороны внизу будет штрих-код его можно отсканировать и поддержать автора но это такое это чисто я для души так сделал я не думаю что кому-то это будет интересно но тем не менее можете если что-то пришлете выскочит такое сообщение красивое на экране у меня и у вас мы его прочитаем и и я быстренько на него отвечу потому что в комментарии я не всегда буду смотреть смогу смотреть так давно не было боинга я уже одета полета в 7 может 10 я то на атре летал то на еще чем-то общем месяца два наверное не летал на боинге будет интересно у меня есть чек-лист мой у меня есть чек-лист вот такой вот бумажный вот я показываю какой мне чек-лист пока у нас здесь по fps все хорошо видим 30 fps держится но если фс-худ будет выпендриваться как вчера это диспетчер вот такой вот то мы его нафиг выключим если у нас будут проблемы и так давайте подключаю свои джойстики вы сегодня не увидите но я их увижу нажимаю ран и слава богу все засветилось это четко так ну я думаю будет тупничок сегодня как же без этого и давайте начинаем так что поехали я не знаю откуда начинать для начала давайте включим батареечку это вот здесь вот подождите я включаю вот включили emergency exit lights закрываем и сразу же и пью включаем это у у меня здесь у вас здесь не будем тратить время и давайте включим на flight сразу же лога light и возможно еще какие-то тут у нас есть ну вроде никаких нету так карты я скачал маршрут построил все готово mobile flight включили загружаем самолет самолет загружаем это по моему здесь загружается через вот этот фмс сегодня компьютер открывать не буду поэтому будем сегодня вот здесь вот нажимать кнопочка для того чтобы загрузить нужно зайти в sim brief panel здесь нажать фэч и мы увидим какой у нас на сегодня план сколько людей какой эшелон полета эшелон 80 нифига себе прикольно так слышим звук и пью готов нажимаем опа полетели так л пак и р пак этого авто это где-то здесь переводим их в авто это где у меня так в авто перевели аэрс переводим на isolation вал опен нужно нажать она у нас open так дальше аэрс nav это здесь нажимаю кнопочку и она переводится на сиди и позиции нет давайте здесь пускай согласовывается наше местоположение так позиции нет next page и здесь копируем позицию gps к возвращаемся и вставляем с этой с позиция так заполнять все остальное будем чуть позже когда я резко будет нормально здесь мы увидим что все окей так здесь у нас естественно кушаны пускай светятся дальше что я хотел посмотреть давайте gsx включим для начала конечно же нам нужно вот здесь вот убрать наверное вот эту вот дурацкую штуку слева так как ее убрать это меню fs actions doors открыты мы откроем стейрос вот стейрос делаем релиз проверяем у нас двери закрыты все и надо открыть левую дверь или не надо здесь открывать и сейчас уедет лестница и мы нажмем все она отъехала старт а предвидите прежде чем старт бординг нам нужно загрузить самолет поэтому давайте фас экшенс пайлот у нас сколько пассажиров смотрим пайлот у нас сто семьдесят три пассажира сто семьдесят три пассажира и каргу у нас сколько по две тысячи сто пятьдесят пять пишем две тысячи давайте 2100 сюда 2155 сюда gross weight у нас 72 и так 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 что-то не то zero fuel weight у нас 61 490 ладно вроде загрузился загрузился где-то есть сколько в килограммов пайлот нету мы видим посчитала take of weight это gross weight а zero fuel weight 61 и 4 у нас 61 и 4 ну все зашибись слушайте все давайте gsx мы указали сколько у нас пассажиров request boarding и сейчас по идее к нам подъедет вот эта штука двери должны открыться передние почему-то не открылись ладно doors открываем левую дверь и видим у нас здесь подъехала вот через этот раб будут заходить пассажиры и мы сможем помахать друг другу улочкой окно будем открывать не помню как она здесь открывается так еще задняя правая дверь нужно открыть это right cargo door и вот эти задние откроем тоже чтобы нам могли подвести equipment hatch не надо air stairs нам не надо так ну что ж pilot сборник старт давайте смотрим в окошко вон видим пошел пилот к нам на борт немножко он идет выше чем положено но это ничего страшного в целом мы будем видеть как идет процесс загрузки так и давайте еще запустим такая прошка есть у меня давно и не запускали которая будет нам показывать старт флайд еддб откуда куда давайте next пассажиров ну пускай будет 150 почему-то она так город мюзик не надо кастом сэфти брифинг сэфти брифинг у нас будет мауски sound так все экипаж на порту на борту пассажиры тоже садятся и мы можем продолжать наверно а а с уже даже согласовались сейчас будем все настраивать flight face boarding отлично boarding у нас идет у нас 30 минут до вылета поехали дальше сэп parking brakes проверяем что parking brakes у нас сет я зажимаю педали они не сет все те паркинг брэйк сет сиди и у бординг старт через gsx мы нажали отлично едем дальше продолжаем включение ее дэмпер он это сверху вот там вот где-то находится я включаю его на джойстике включили навигей шин свечи с нормал филпам с 4 он включаем 4 топливные помпы сид был сайн он это мы здесь включаем есть windows heat 4 он windows heat это у нас здесь включается да вон они справа сверху включились кадролик пампс включаем где они метод включаются надо вспомнить кадролик пампс fuel пампс а кадролик пампс есть у нас будет пушбек поэтому мы не трогаем так оставляем как есть круиз эшелон полета почему-то мне написала 8000 поэтому давайте вводим 8000 интересно посчитала нам ну как посчитала так посчитала 8000 и ленинг превышение у нас посмотрим потом пока я веду берлин не знаю пускай будет что-то 300 наверно а хотя я же могу посмотреть симбриф панели вот здесь summary 156 футов то есть мы можем ввести даже здесь не 300 150 давайте введем готова так дальше читаем авто брейк рт-о авто брейки этого здесь вот мы ставим вот рт-о я поставил на своем джойстике что тут дальше QnH QnH у нас какой 1018 1018 крутим бару а 1018 это интересно вот в таких единицах 1018 установлено частоты мы устанавливать не будем заполняем cdu так ну что ж давайте самое интересное меню заполняем cdu слева направо ident есть позиция нит мы провели референс аэрпорт у нас лкпр давайте пишем l k pr и gate у нас какой gate 23 отлично next page тут ничего цикавого маршрут откуда лкпр куда пишем е-д-д-б е-д-д-б берлин есть flight plan нажимаем request и выбираем откуда куда вот сюда вот и сейчас он загрузится подождем из 7 рифа должен сюда подгрузиться план мы здесь нажмем лод через секундочку когда она там все обработает лод так вот она нам нарисовала здесь план давайте мы его проклацаем масштабами просто масштаб поменяю не в ту сторону все супер activate только схему прибытия нужно поменять execute дальше что у нас такое runway 0.6 у нас на вылет пишем сюда 0.6 execute так дальше что у нас после отгуб мы не выбрали схему прибытия схему прибытия можно выбрать в это где departure arrival здесь вот пишем departure departure у нас какая по summary veno 6 delta пишем runway 0.6 veno 7 delta 6 delta нету интересно значит давайте открывать свежие карты и смотреть что там у нас как как же схема называется меняют название схем так давайте смотреть что там пассажиры идут лучше всего так вот посмотреть да вон видим пассажиры идут и здесь чемоданы тоже у нас грузится вот видим специальные люди обученные закидывают чемоданы причем и спереди и сзади вот так вот gsx прикольно выглядит красивая красивая программа вообще пушка так тем временем у нас expected депачи через 23 минуты а мы что то так подтупливаем мы сильно не торопимся почему то так а тут какой мы сделали план полета ну ладно давайте выберем 0.6 еще раз пускай будет veno 7 delta транзишн никакого нету execute нормально и на депачи arrival lk eddb у нас arrival правильно правильно здесь нам что написала atg 07 right от g 07 right и ls 07 right транзишн блин транзишн так транзишн придется открыть все таки схему давайте уже подождите eddb так rnp нам нужно а лс 07 right вот она так откуда мы идем мы идем снизу поэтому берем вот этот класс дорф значит мы берем klf есть klf там отлично klf транзишн execute все проверяем теперь масштабом ну все красота красота или нет так давайте еще раз посмотрим лекс так давайте еще раз посмотрим лекс так давайте еще раз посмотрим лекс здесь нам нужно поставить план и вот клацаем next page так а здесь какой-то каша какая-то так после отгуб сразу нужно делать klf отгуб сразу klf а ну-ка давайте так что то не то смотрим по плану у нас какая а скан отгуб а скан а куди отгуб и вот сюда после отгуб сразу мне нужно вставить клф клф после отгуб это значит вот сюда все в общем вот такой вот маршрут построили о слышите 19 минут осталось у нас уже мы еще не запускались даже и не пускай так что у нас пассажирка посадка пассажиров закончена судя по всему закончена значит давайте мы вот здесь вот закроем карго так двери закрыла эти штуки чего не уезжают так gsx нам нужно давай j2 убирай отсюда супер и gsx нам нужно что еще сделать катеринг где едет припев pushback and departure хотя мы еще тут нифига не готовы так давайте проверим а нам нужно дальше кстати сюда вводить всякую информацию так gross weight зажимаем просто оно копируется а а нифига а все копируется так давайте отсюда смотреть что у нас cost index 80 reserves payload это сюда наверно вот это 2.9 пускай пускай что то будет а 1.1 наверно вот это сюда надо и plant fuel 6 отлично круиз у нас 0.8.0 execute wind на круизе weather 0.29.7 0.29. 0.29.7 так transition altitude у нас какой надо на карте опять же смотреть давайте укажем то что здесь он здесь указан где то на схеме 5000 пишем сюда значит 5000 н1 лимит ну давайте здесь что то сделаем так легенько execute take off flaps 5 н1 н2 есть что нужно сделать нажать вот сюда и по идее у нас теперь здесь появились скорости супер супер теперь что нам еще нужно здесь сделать давайте я прочитаю рут есть теперь давайте попробуем включить flight директора оба вот они включились и заармировать lnav vnav о есть все lnav vnav заармировалась значит все будет нормально у нас это зашибись теперь какой у нас курс на вылет и посадку какой в lkpr тут есть курс вылет и посадки heading 0.64 0.64 значит ставим сюда курс крутим heading вот чтобы вам было видно я тоже сделаю heading 0.64 и курс 0.64 please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity так fuel truck и catering подъехали друг на друга залезли fuel truck слушайте ну давайте напишем наверное fuel все таки нужно set fuel давайте 11 какой у нас блок fuel нужен нам нужно 6100 давайте укажем 6000 please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity 6000 сейчас я напишу 6007 ну так никто не загружает давайте 6100 и видим здесь она сейчас должна отъехать эта машина по идее но она что не спешит никуда please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity здесь надо сделать так это сколько о вот видим чуть-чуть она что-то доливает сколько я поставил так ну все топливо пошло сколько у нас 14 минут до вылета так смотрим что еще нужно сделать cruising есть transition altitude 5000 N1 что-то там ввели take off reference мы настроили скорости у нас есть вроде бы center of gravity есть arrival runway start check position legs есть check progress есть смотрим страничку progress ну здесь все нормально откуда куда и plan fuel сколько надо 6 тонн и здесь проверяем у нас 3.05 3.05 так этот fuel truck сейчас должен отъехать по идее а catering там как кстати давайте посмотрим еще как catering загружается разгружается а catering уже все нужно только двери закрыть значит давайте меню fs actions doors catering получается задние закрываем он отъедет и передний тоже закрываем catering готов у нас ну и fuel truck тоже должен отъехать не знаю почему он еще тусит здесь и почему у нас не хочет выталкивать вот этот кадр фил трек давай до свидания и давайте мы кстати так с диспетчером request flight clearance у диспетчера sky travel у нас позорной сегодня вина вина секс дельта депача но у нас почему-то только вина 7 дельта было 4000 накручиваем первоначальный набор так код ответчика я не помню где здесь менять но я помню где его менять у себя я ставлю здесь стулок так 65 53 вот где-то здесь он накручивается я его уже накрутил не надо его только включить айлэс не то а вот он 65 53 атс давайте переведем его в режим стендбай так дальше читаем что нам ага мне нужно подождите мне нужно сделать что-то еще в фмс надо бить наверное ладно там скорости уже автоматом какие будут такие будут так я еще раз попрошу если кто-то меня смотрит кто-то смотрит этот интереснейший полет о все меня готовят видим пришли подвязали такую штуку меня готовы уже выталкивать теперь мне надо уже торопиться потому что депатчи через десять минут все ожидают так таргет спид ставим 250 максимум v1 v2 давайте еще раз смотрим какая у нас скорость 140 где-то 145 значит у нас отрыв так все все двери у нас закрыты все у нас четко идет зашибись значит давайте поставим флэпс пять градусов это один это пять что еще нам нужно декората и и нишелл это тут есть 4000 хейтинг есть и лнадинам заармировали так авто троту написано заармировать в MCP нужно ввести V1 V2 V rotate speeds это не 250 сюда надо ввести а здесь сколько у нас там давайте посмотрим это где у нас Climb Flight Level есть а где же это смотреть Take Off ага вот 149 значит пишем здесь 142 давайте 145 напишем так превышение 1100 с чем-то футов правильно Take ATC Clearance получили так все все готовы нам сказали Transponder Standby так Load Sheet Resift Finish Boarding так Pre-Flight Procedures как раз Completed Doors Closed Ready to Taxi делаем Briefing Taxi Root вся фигня это пропускаем Engine Direct Speed MCP Panel Check Depache Procedure Есть Check Frequencies нам это не интересует мы автоматом их меняем Transition Altitude есть 5000 Cabin Crew Prepare for Depache окей все мы все готовы De-Icing не надо помпы так что у нас тут дальше так haja так Все, давай, свободно, отдыхай. Так, что так быстро? В смысле? Ну, как-то быстро. Я здесь 25 ушла. Держи, это полгода. Аня, 6? Ой, да, вот что. Все, давай, давай. Так, вот здесь, кстати, надо сделать центров гравити, выставить E3, 0,6. 0,5, нифига себе. Серьезно. Так, готово. Так, 6 минут до этого. Давайте. Public address. Так, все топливные помпы включаем. И вот эти две включаем тоже. Дальше. Так, transponder переводим во вторую степень. Включаем beacon lights. Так. И пока вроде все. Читаем checklist before startup checklist. Где его читать? Сейчас смотрим. Before startup checklist. Flight deck doors closed. Fuel есть. Passenger signs on. Windows закрыты. MCP V2 143, по-моему. Heading 064. Altitude 4000. Первоначальный набор. Take-off speeds есть. CDU pre-flight completed. Radar trim. Free and zero. Taxi take-off briefing completed. Anti-collision lights. Beacon lights. Мы включили. Дальше. Начинаем pushback. Для этого мы GSX опросим. GSX. А, подождите. Мы должны диспетчеру сказать, что мы хотим. Request pushback in startup. Startup approved. Отлично. И здесь мы делаем continue pushback. Так. Facing south или north? Нам нужно facing north. Push position 3. Facing north. Смотрим еще раз. Снаружи у нас ничего нет. Ничего не видно. Так. Как тут посмотреть? Что за push position? А, вот они. H1. Вот сюда я хочу. Facing north. Хрен его знает. Так. Facing north. Position 3 и 5. Давайте позицион 3. Там разберемся. Сейчас мне скажут убрать parking brakes и мы поедем с вами. Паркинг-брейкс убираем. Для того, чтобы брать parking brakes, надо нажать на тормоз. Так. Ну что, мы едем или нет, подруга? А, мы чоки не убрали. Я извиняюсь. Ё-моё. 2 минуты. Пуш-бэк. Чокс-ремофт. Все. Чокс-ремофт. Теперь мы можем ехать нормально. Так. Я попрошу поставить комментарий, написать какой-нибудь лайк, может. Так. Все. И нас толкают. Красота. И слушаем сэфти-брифинг от Мау. Чуть громче давайте сделаем. Так. Нас выталкивают. Пока что все четко. Так. С какой стороны у нас? Можно правый двигатель запускать? Да. Значит, запускаем правый двигатель. Для этого мы что включаем? Читаем. Switch of Pax. Pax. L-Pax. Есть. Выключили Pax. Engine 2 to ground position. Значит, зажигание правой. Position ground. Перевели в ground. Есть. Так. Смотрим N2. Что за engine fail? Так, что-то не то у нас Что у нас тут не так А, PPU bleed Включили Здесь выключили Точно, забыли Так, ground пошел И теперь мы можем делать поджигать И по идее у нас правый двигатель должен сейчас Раскручиваться начать Так, ставим постоянный тормоз Чтобы мы сейчас никуда не улетели И GSX, говорим спасибо Stop here and complete pushback procedure Так, смотрим, второй двигатель раскручивается Все нормально Engine start Engine 1 to ground position Так, и теперь здесь оно должно отскочить Да, все, второй отскочил Кирогнишн левый выбираем Правый переводим ground Так, здесь опять все нормально Второй делаем поджигание Дальше следим Когда вот это отпрыгнет И тут за параметрами И здесь можем включить уже Я думаю, можем Я в это не уверен, конечно Авто Airpack auto Engine bleed Вот так вот Примерно 60 есть И здесь должно было отпрыгнуть Нет, еще не отпрыгнуло Все, отпрыгнуло Значит, запуск прошел нормально Можно выключать APU bleed Отключаем И здесь включаем И паки переводим обратно в авто Оба Здесь включаем электрические вот эти штуки И смотрим, чтобы у нас ничего не горело Эти топливные помпы выключим Так, походу все у нас нормально Давайте, чтобы люди не расстраивались Скажем, что мы сделаем 10 минут дилей Так, все, я сказал, что у нас 10 минут дилей Люди немножко расстроились Но мы зато никого не обманули Так, давайте читаем Всякие тут дальше Какие у нас процедуры Класс Пушбэк сделали нам Пока мне все нравится Самое интересное, правда, еще не началось Так, и давайте еще включим нашего диспетчера Любимого FTC шаттер включим, чтобы нам на фоне что-то рассказывал Так, ну что ж Вроде все у нас нормально Проверяем, видно ли цифры Да, на взлете цифры будут видно Нажимаем, есть ли у нас какие-то ошибки Никаких ошибок нет Verify takeoff speeds Окей, давайте verify takeoff speeds Это куда мне? Не сюда А, потому что топлива меньше стало, наверное Тейков Ну да, ничего не изменилось Все, пак свитчи с авто Изолейшн валов не надо Проб хит Проб хит Включаем проб хит Виндшилд Анти-айс не надо Энджин анти-айс не надо APU выключаем Flight controls Free and full movement Дверь, слышим, работают Так, а что low pressure Не понял А, мы не включили вот это Вот, извиняюсь Я не знаю, на что это повлияло Надеюсь, ни на что особо Все, надо было сначала переключить питание На двигателе С APU А я сразу выключил APU Красавчик Так, включаем taxi lights Связываемся с этим И запрашиваем request taxi clearance Генератор с он Проб хит он Анти-айс не надо Изолейшн валов авто Recall checked Так, это я не знаю, что такое Flight count Так, а как ТКС включить? Так, все, мне дали taxi instructions Не важно, что здесь будет Генераторы включили Проб хит включили Анти-айс включили ПАКС включили Изолейшн валов авто APU bleed off APU off Так, смотрим, что у нас сверху Здесь не так Все вроде так Ну, вот это какая-то фигня светится Я не знаю, что это такое Интересно Ладно, уже все ждут вылета Наконец-то нам, наверное, пора уже ехать Flaps 1 есть Engine start idle Check controls Before taxi check Считаем Винов, Elnav, Altitude есть Опять что-то сбилось Давайте опять 4000 нам дали первоначальный набор Пишем сюда И скорость что-то сбилось Не знаю почему Так Ага, ТКС я понял, где включается Значит, все нормально Что-то где-то, наверное, забыл сделать Before take off Нет Ну все Поехали Runway turn of lights Еще включим Так Эту штуку мы потушим Отпускаем parking brakes И погнали Влево-вправо самолет поворачивает Поехали Пока все нормально Так Автотяга почему-то Не включилась Вот Автотросл теперь есть Так Ну куда ты едешь? Куда? Прямо или налево? Пишет Прямо Прямо Так Сюда мне надо ехать Или прямо? Так По Лима или по Гольф Мне дали? Не Пишет направо Не туда я поехал Едем обратно Значит сюда Так А теперь налево Никого нету Выезжаем Так Так Где-то здесь я должен Пересекать полосу И мне нужно будет Перед ней остановиться Так Пока ничего не глючит Все нормально Трансляция идет Мы отстаем на одну минуту Что такое Что включил Тога Кто включил Тога Я не помню Кто включил Кто включил Режим взлета Что за прикол Как это остановить Что за прикол А это я здесь Не переставил Наверное Что-то нажал Почему они на всю Я не понял Что за глюк вообще Ну что за прикол Вот это сейчас весело будет Только сказал Что все нормально Тут же какая-то фигня Случилась Отключаем автотягу Что это автотяга Блин Так едем Спокойно Будем считать Что это мы проверили Тейк-офф Есть ли у нас ошибки Или нет Так Вая дельта Это куда Сейчас направо Или налево Вот это прикол Только чтобы Это наверное Из-за того Что я автотрод Включил Нельзя такое делать Так Тут видим Такая прям Горочка будет Нет Стой Вая дельта Это сюда Правильно Нет Не сюда Не ну короче Прикол Там написано Что дельта Вот это Это какой-то сценарий Кривой Написано Что вот эта Рулежка Это дельта Хотя видим Что это не дельта Нифига Где Видим Это фокстрат А дельта Написано Слева То есть По факту Мы сейчас На фокстрат Как здесь Нарисовано Едем Хух Что-то Все так Начиналось Хорошо А мы сейчас Тут по травке Поездим Так Что там Воланта Работает У нас А Воланта Что говорит Да Что мы едем По фокстрат А не по дельта Ну Короче Какой-то Косяк Опять Этого диспетчера Надо смотреть На вот эту стрелочку А И то Видите Здесь написано Фокстрат То есть Не надо было По фокстрат Ехать И не читать Что она там Пишет Ладно Давайте Чуть быстрее Давай чуть Побыстрее У нас У нас уже Вылет На 5 минут Отстает Нам еще Лететь На Эшелоне 80 Это вообще Какой-то Прикол Как она Так Посчитала Красота Сейчас Левее Или Провее По логике Левее 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 так давайте сейчас взлетим 87 процентов людей только довольны почему симбриф посчитал же нам так лететь так тут надо затормозить на предварительном не забыть правой педалькой подтормаживаем тормозим ставим паркин брейк и делаем чек-лист значит включаем транспондер выключаем taxi lights включаем landing lights и включаем стробы и выезжаем на полосу все поехали а подождите ready for the patch надо нажать а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Возвращение следует... Возвращение следует... Возвращение следует... Возвращение следует... Возвращение следует... Возвращение следует... Лайнап и брейк... Больше 40%. Проверить, что ничего не пищит. Ничего не пищит. Отпускаем тормоза... И нажимаем вот здесь вот... Тога. И ногами стараемся... Gear Up Firefly директора жестко рисуют, набирать Закрылки убираем одни Включаем автопилот Луна, вина Полетели И 4000 мы уже набрали Так, после взлета Что нужно еще нам сделать Так, и сейчас Будет на опережение поворачивать Мы аж на 400 залетели Flight level 80, climb Так, а что скорость такая высокая, я не понял Автотрото включено Гнадин надо выключить Вот это он разогнался Так, 5000 прошли Стандартное давление включаем Тут он погнал, конечно По скорости я не уследил Опять N1 Что он решает Н1 набирать все И скорость, что-то он не хочет держать FMCSP 250 же есть Он 270 держит Ладно, что здесь еще нужно сделать Втопилот включили Вина в level change включили 250 Ретракт Флэпс Убрали Climb Ладин гир Верифай Проверили Флэпс Пакс Есть Проверить, что есть Ну, мы не высоко Мы даже проверять не будем Engine start selectors Авто Так, это мы выбираем Переводим сюда В авто Taxi light И runway turn of light Выключаем Выключили Готово Алтиметр стандарт Поставили И давайте отстенем пассажиров Потому что мы уже на шалоне Даже Сейчас проверим У нас встегнулись Да, отстегнулись Но посадочные огни Будут гореть Так как мы летим Невысоко Ну, все Интересный такой у нас маршрут Cruise Percerization Проверить все-таки надо Вот здесь Давайте проверим Здесь должно что-то меняться Ну, 3-4 Короче, меняется Нормально Crossfit не надо Ну, короче, все нормально Все, зашибись Теперь у нас есть время Немножечко подготовиться С вами К посадке К посадке Нам лететь Так 40 минут Пишет А что нам пишут Здесь вот В прогресс To top of descent Сколько получается? 16.36 Не пишет Сколько минут А сейчас сколько? 24 минуты Нам до top of descent Так вот интересно У нас с вами полет происходит А такой малой высоте Я не знаю вообще Летают ли самолеты Обычно Но нам Симбрид построил Почему-то лететь На такой высоте Да, я делаю Maintain flight level Но зато Посмотрим тут Местность Так, давайте Что-то сделаем Так, давайте попьем Так, ну диспетчер В этот раз Не вмешивается В работу Ничего Все отлично работает Идет запись Идет трансляция Все отлично Правда Никто не смотрит Так, и здесь Нужно перевести в off Давайте почитаю Что еще раз Нужно сделать По моему чат-листу Landing gear перевести В off position Надо Start switches off Taxi lights off Landing gear off After take-off сделали Engage VNAM есть ATC есть Altitude есть Так Engine blitz On, on, on APU blitz Off Pax Есть Все нормально Все с вами Топчик Летим Наслаждаемся Видом Вот так вот Окошечко На высоте 8000 футов Так Я пока Посмотрю Дальше Продолжение следует... Так, а мы можем запроситься в Директу до какой-то точки? Давайте до Акуди прямо. Давайте до Аскуна прямо попросимся в диспетчера. Так, а мы можем запроситься в Директу до Акуди. 1.6.1.6.0 И на Оскан, это куда-сюда. Лекс. Директу, это где? Тут где-то была такая кнопочка. Так, это не так. Так, это надо так. Слэш. 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 Скорость поставим 250. Нажмем Level Change. 250. Вот. В таком режиме будем лететь. Интересно, что нам дали 160 эшелон, аж хотя мы уже почти на Аскан этот пришли. Но хотят нас помучать. Ладно, пускай помучают. Расс-диспетчер сказал, мы можем это выполнить. Смотрите, как скорость набирает быстро. Давайте пассажиров. А что, пассажиры пикают? А, прошли 10 тысяч. Landing lights выключаем. Все, и пассажиры отстегнули. Отстегнули. Нажмем, сальмем, 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 сальмем. Давайте попробуем 250. Слэш. Флайт. Левел. Сто шестьдесят. Ничего себе. Иван, наверное, зеро даже дало. Нифига себе. Эшелон 190. Окей, 190. Так, а что же она не хочет? Ну, тут никто не подскажет. Никого нету. Так, а как же его сделать? Лекс. А, эдзиру мне дало. Отлично, очень весело. Возвращаемся. Луна в венал. Впишем 8 тысяч. И он сейчас будет снижаться. Вот. Заши весь. Вот это нас помучили, конечно. Ладно. Вот это прикол. Ладно. Короче, суперский диспетчер у нас. Класс. Класс. Ну, забрались хоть туда, куда самолеты забираются обычно. Так, что тут у нас по чек-листу, кстати, чтобы не пропустить? А, кстати, я же схемы не посмотрел. Ё-моё. Вот это прикол. Вот она у меня открыта здесь. Вот. Значит, мы идем в Skylab. Значит, нам нужно что? Нам нужно... Короче, частота USDME мы напишем 109,7. И посадочный курс 0,65. 0,65, 109,7. Значит, пишем сюда 0,65. И 109,7. Это налоги. 109,7 поставили. И где-то здесь оно у нас должно проявиться. Так, 109,7. 109,7. Так, а что оно не отображается? Ладно, мы здесь включим и провод, чтобы было. Так, ну, далеко, наверное, когда будем ближе, оно будет отображаться. Потому что я не помню, как его это отдельно включить. Ну, потихонечку снижаемся. После того, как нас помучали. Топлива у нас еще дофига. Сверху ничего не светится. Все нормально. Так, по destination нужно войти в destination. Первое, мы должны сделать предустановку давления, которое там у нас ждет. По-моему, оно там. Сейчас мы глянем, какое оно там. 10,19. 10,19 мы выставили. И дальше Depatch Arrival. Илс 0,5 сделали. Илс 0,5 сделали. Так, а что месседж? Как его прочитать? А, destination. Вот он, destination. Так, это я не понимаю. Speed 240 на Flight Level 100. Top of the sand через 54 морских мили. Ага, вот оно. Илс 109,7, курс 0,65. Это мы выставили? Выставили, отлично. Flaps выбираем. 30. Значит, пишем здесь. 30 и 149 скорость у нас будет. На посадке. Закрылки 30. Отлично. Так, а нельзя нам куда-то еще спрямиться? Нельзя. К сожалению. Ну, возможно, у нас будут виктори, так даже будет лучше. А, вот частота. А, вот частота. Видите? 109,7, 0,65. DME, дистанция. И что здесь, какие-то нюансы есть интересные? Никаких. 3000 футов. Удаление 9 от этого Илса. Супер. Дистанция 4. Ну, тут проблем не должно быть. Так, минимум, какой у них у нас категория будет? 100 футов. Давайте накрутим 100. Минимум. Нет, а не бара у нас будет. Радио 100 футов. Готово. Так, и сколько нужно обычно держать на скорость примерно на посадке? Так, автобрейки ставим в положение 2. Это не нам, это нам. Так, что нам скажет диспетчер? Continue descent. Отлично. Пока что все четко. Так, это мне. Сказать, когда ready to descent буду. Ну, еще у меня to ready for descent время есть. Так, arrival instruction. Так, seatbelt sign включили. Landing light. Включаем landing light. Паркинг. Ну, пускай будет 101. Не знаю, далеко это, недалеко. 07 правая. Arrival. Давай вектор. Давай будешь нам вектор давать. Бремен центр. Так, что по скоростям? Так, подходим к 8000. но пока ничего нового здесь не дает так и тут где то можно масштаб еще изменить на вот так вот и что еще нам нужно сделать так скорость 149 у нас так мне нужно лампу включить лампу включаем так мы пройдем от губ и скажем что мы ради фотосайта так айлайс опроводч автобрейки я рано включил кстати давайте курс поставим на двоих курс 0.65 поставим и поставим здесь тоже эту частоту 109.7 вот так вот все теперь все четко и тут где то можно нажать где то чтобы здесь вертикальный профайл рисовала я не помню где и тут absolutely и и и и так но пока ничего интересного пока вот такой вот красавчик у нас тут в горизонте и про чек-лист слэпс-1 когда скажут на ПФД примерно 10 морских миль до родрома слэпс-1 так, ну что, давайте скажем, что мы готовы снижаться слэпс-1 как заводился? Так, я сказал, что я хочу снижаться. Почему мне не дают снижаться? Ладно, как хочешь. Ну да, наверное, в Top of Descent надо было снижаться, а не раньше. Так, а что здесь в Flexx скажут мне? Так, видимо, LS уже словила локалайзер и уже DME дистанцию пишет. 20 миль. Так, ну что ж, давайте немножко будем тормозить. Что там сейчас снижаться. Так, ну что, ты мне дашь снижение или нет? Так, heading 307. Так, мне дали Берлина прочь уже, это хорошо. Так. Так, давайте чуть-чуть будем 230, пускай будет. Так, пристегиваем пассажира. Так. Потихонечку начинаем снижаться. Так, скорость 220, еще меньше ставим. Давайте даже 210, так, чтобы мы флэпс уже одни выпустили. И здесь спидбрейки поставили, автобрейки. Удерживаем 7000. Это выдерживаю я 7-0. Давай уже. Так, давайте поможем ему затормозить. У меня здесь есть спойлеры чуть-чуть. Ого. Ого. И закрылки давайте 1 выпустим. Градус. И 1500 снижение дадим. И 1500 снижение дадим. Еще уменьшаем, стараемся скорость. Так, ленинг лайк включены. Частота есть. 12,5 удаления. Видимость отличная. Все хорошо. Давление сейчас мы переставим на 10,19. Все, переставляем на 10,19. Поможем еще затормозить самолету. QNH 10,18. 10,19. Хейдинг 312. Так, и видим, что мы почти догнали глиссаду. Сейчас ее догоним. Очень скоро. 0,20. 0,20. Справа. Так, ну все. Я уже могу захватить ILS, если честно. Давайте нажмем Warlock. И approach заармируем. Потому что сейчас мы их схватим. Хейдингами я на Tab. Вот и кручу. Давайте не так низко снижаться. Так, чтобы захватить ILS. Вот давайте 3000 сейчас. Смотрим сейчас. Warlock захватится. И lock должен захватиться. В смысле, localizer должен захватиться. Speedbrakes убираем. И закрылки 5. Так, ну где уже localizer? Ё-моё. Мы уже подходим к нему. Все отлично. Разрешение дали. Localizer горит. Все суперски. Все, говорю, что я на localizer. И ждем глиссаду. Здесь розовенькая подойдет. Ну и здесь тоже сейчас подойдет. И мы будем напрямую. Супер. Все супер. Все, глиссада есть. Выпускаем шасси. И закрылки 15. И посадочная скорость у нас примерно 100, непримерно, а 140. Сколько там? 149, по-моему. Поэтому 150 накрутим. Будем держать 150. Давайте вот так вот чуть больше. И закрылки 30 выпускаем. Все, я убираю свои тетрадки, чтобы они мне не мешали. И пока самолет летит по глиссаде, будем смотреть, что у нас с чему. Разрешение нам дали. Давайте включим повтор пока. Вот эта штука будет лендинг-рейт мерить и хлопать. Если мы нормально сядем, они будут хлопать. А запись будет делать программка. Вот это вот называется. Называю рекорд. Так, flaps есть. Все есть. Здесь примерно 50-60 градусов есть. Не градусов, а процентов. Так, что здесь еще у нас в чек-листе есть? Лендинг-чек-лист. Engine start switches continuous переводим. Перевели в continuous. Что здесь еще нужно? Лендинг-гир-даун. Ну, все хорошо. Speed break поставили. Скорость установили. Система держит скорость. Какие-то ошибки мне иногда высвечивает. Здесь continuous поставил. Ну, здесь все нормально, короче. Я думаю, что у меня все четко. Так, повтор идет. Все, clear to land не дали. Автотягу попробуем не отключать. Но, если что, отключим. Но автопилот пока еще есть время нам подождать. Для того, чтобы я сильно не тупанул. И подгружается в сценарий Берлина. Вроде ничего не забыли. Отключили. Автопилот. Для того, чтобы самим немного поуправлять. Минимум посадка. Автотягу убираем. Все, вайдл убрали. Так, ну, никто и не хлопает и не обижается. Реверс включили. Сложная посадочка оказалась. Hard написано. И слишком... Все, давайте освобождаем вот сюда влево. Нет, не освобождаем влево. Не успеваем. Следующий влево. Так, короче, это получилась у нас средняя посадка. Не ужасная, но такая. Довольно жесткая. На повторе посмотрим. Скорость была большеватая все-таки. Продолжение следует... Так, полосу освободили. Сжимаем parking brakes. Отключаем передатчик. И включаем режим неполета, ставим его. Weather radar тоже. Дальше, что у нас? Landing lights. Отключаем. Включаем taxi lights, runway turn off lights. И strong lights тоже отключаем. Включаем и продолжаем руление. И куда нам рулить, нам сейчас здесь подскажет. Так, и нам нужно будет, наверное, пересечь полосу где-то. Так, тут куда нам налево? Вот сюда нам. Вышка прикольная здесь. Так, тут runway нужно остановиться, да? Нет, здесь все нормально, пока едем прямо. Так, ну, как бы там ни было, мы долетели спустя два месяца перерыва. Ничего страшного не случилось с нами. Вот эта ошибка какая-то у меня постоянно вылазит здесь. Но едем пока прямо. И чуть попозже мы подключим FSLTL трафик и посмотрим, какие здесь авиакомпании летают. Ну, когда будем смотреть сценарий. Так, автобрейк давайте отключим обратно. Вот, и закрылки все поднимем. Так, пока едем прямо, но скоро нам скажут поворачивать направо, наверное. Ага. Какая у нас паркинг? 101 у нас. Так. Вая, что у нас? Виски 1. Потом Виски Чарли. Вот сюда, вот налево, значит. Сюда. Виски Чарли. Рано я отключил, наверное, APU, но ничего страшного. Так, нам скорее всего налево, так что мы можем, по идее, сейчас правый двигатель отключить вообще. Но мы не будем этого делать, потому что я точно не уверен. Так, и можно остановить, кстати, запись трансляции. Нет, не запись трансляции, а запись этого, стоп. И посмотреть, какой у меня лендинг рейд был, винт спит 7 узлов, 75 градусов, 1.22 и FPM минус 361. Не критически, но довольно жёстко. Так, дальше у нас что здесь? Виски Чарли. Не, Виктор Чарли. Я здесь дальше. Далее, Фокстрат. Фокстрат направо, вот сюда вот. Вот мы так потихоньку начинаем разбираться вообще, что к чему и как. А, это мне туда аж рулить? Давайте я здесь встану. Так, давайте я ставлю паркинг брейкс. Давайте посмотрим, какая тут номер стоянки есть. Так, чтобы я вот сюда куда-то стал. Какой-то номер стоял. B01 такое есть. КОНЕЦ 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 Да ну что ж такое, а? Наруление, что-то не то у него. Я хочу вот сюда встать. Так, здесь мы завершаем полет. КОНЕЦ КОНЕЦ Может тут не то? Ну, ГЕЙТ Б1 Б1 Не, я не хочу Б1. Б1 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 Б2 Б1 ТАКСР ТАКСР Не, я хочу тЕр... БРАВА 3, я хочу. А ты какой? БРАВА НАВНОВИНАЛЬНАЛЬФА БРАВА НАВНОВИНАЛЬНАЛЬФА Все, закрыли flight plan Будем считать, что мы приехали Это непонятная штука В воздухе висит Так, все, паркинг-брейк стоят Двигатели мы можем отключать Включаем вот здесь Вот так вот И можем отключать теперь двигатели Taxi-Lights отключаем Beacon-Lights отключаем Nav-Lights отключаем И от APU включаем Забор, так, PropHeat отключаем Нет, не так Hydraulic Pump отключаем PropHeat, это где у меня Fuel Pump все кроме одного отключаем Раны трунов и Logo отключаем Смотрим двигатели Так, а тут что, не уходит? Не понял А что спойлеры не прячутся? Ага, вот так вот Все четко Зашибись И теперь GSX Request the boarding И на этом наш полет будет заканчиваться И будем смотреть повтор И на Воланте мы тоже завершаем Вот Воланта Изучите ваш полет Что тут изучать? Кривая посадка у нас была Ну а здесь 103G пишет Минус 364 лендинг Ну это такое Так, Воланту закрываем Так, смотрите Тут все четко Смотрим Ага, здесь не видно, кстати, пассажиров И через автобус Тут тоже не хотят The boarding Делать Так, Cargo 2 открываем И здесь тоже откроем Пускай выгружают чемоданы А вот какая-то система парковки Видите? Ну я ее уже пропустил Поэтому ничего страшного Так, parking breaks стоят EPU работает Не знаю, что еще тут надо сделать Чек-лист я смотреть на эту тему не буду Flight Director Поотключаем Deldenker Отключаем Что еще мы можем отключить? Тут отключаем Так Anti-ice мы не включали Continuous двигатели тоже отключили Вот здесь вот И, наверное, все Все, смотрим, что там Нам не видно, да? Они не покажут Давайте вот так вот Приглянем внутрь Все, давайте попросим нам поставить Chokes Это вот здесь вот меню Chokes set Все И давайте посмотрим, что там у нас По pack X этому Заканчиваем здесь полет Итак Лейдинг rate Минус 360 фпм Блок тайм Час 06 150 пассажиров 84% довольны Но чуть позже вылетели Чуть раньше прилетели Так, ну drink мы не давали И quick flight Все Всем отлично Сохраняем И выходим Close pack X Нам здесь больше ничего не надо Супер Мне понравился этот полет Не важно, как мы сели Главное, что ничего не глючило Все работало Ну, видим Пассажиры выходят Сквозь терминал Правда Сквозь эту дверь Но ничего страшного И здесь мужики уже Вон, видим Складывают чемоданы Аккуратненько Только эти чемоданы Куда-то исчезают Почему-то тут же Так Пассажиры исчез Ну, это мелочи жизни А тут что? А тут мужик вообще решил не работать Ну, что Давайте отключаем APU Exit light закрываем Выключаем батарейку И на этом На этом все Двери так открытыми и остаются И сюда приходит новый экипаж И дальше Готовятся к полету И нам осталось посмотреть С вами только повтор Для этого, наверное, проще всего Будет заново загрузиться Хотя, ладно Давайте не так Давайте сделаем сюда Меню PMDCH Setup State Load О, зависло Так, и что ж теперь будет? Что, с игры выкинет? Так, джойстики я свои отключаю Они уже не надо Да, походу зависло 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 Ну, повтор мы как-то посмотрим Все равно Блин, конечно, тупо получается Пока Не отлично Не отлично Так, я себя отключу Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...